Расскажут об ЭДД, ПХП с использованием ПХАТ и МИНК. Артём сейчас расскажет, где он работает, чем занимается, а я вам скажу, что он КМС-п отсюда, и всё, наверное. Вопросы бы не будут задаваться, да? Вопросы задавать нельзя. Можно только один раз. Всем привет. Сегодня я хотел бы начать с того, что хотел бы сказать слова благодарности компании Ник Солюшенс, которая организовала это мероприятие. И всем ребятам, которые такой ивент сделали, я считаю, это очень правильно, когда люди приходят и рассказывают о своём опыте. Это идёт на пользу тем, кто рассказывает, и тем, кто слушает. Вот. И сегодня я буду делиться опытом, буду рассказывать о использовании ПДД в ПХП, и в частности о таких технологиях, как БИХАТ и МИНК. Ну и для начала хотелось бы понимать, какая аудитория представлена. Пожалуйста, поднимите руки все, кто разрабатывает на ПХП. Ну, большинство, как я и ожидал. Доклад о тестировании, поэтому хотелось бы понимать, кто у нас тестирует свой клуб. Неважно, какие тесты, юни-тесты функциональные. Так, множе меньше. И хотелось бы понимать, может, есть люди, которые используют ПХП в своих проектах. Да, есть такие, отлично. Итак, начнём. Ну, вначале расскажу немножко о себе. Я работаю в компании «КНПЛАВС» в киевском офисе. Нас на самом деле там немного. Компания интернациональная, очень много разработчиков из разных стран. Есть офисы во Франции, в Штатах, в Канаде, ну, и в Киеве. В киевском офисе у нас работает всего 4 человека, и ещё один человек работает в Харькове. Это, собственно, я себе представители Украины в компании. Саша Демченко должен был со мной этот доклад вместе читать, но, к сожалению, у него не получилось. И поэтому сегодня я буду читать его один. Вы можете видеть на слайде мои контакты и связаться со мной потом, если у вас какие-то вопросы возникнут. Это, собственно, логотип нашей компании и слоган. «Happy Awesome Developers!» Счастливые, клёвые разработчики. И сегодня немножко приоткрою свет, почему же мы такие счастливые. Итак, я немножко расскажу о BDD в целом, не буду вдаваться в подробности, потому что там, если рассказывать всё это, может быть, там, историю происхождения, BDD, там, чем разница между BDD и BDD, это можно подрать очень много времени и в доклад не уложиться. Потом я расскажу о Геркинде, DSL, покажу примеры его использования, потом расскажу о Behat, Ming и в конце расскажу, как это работает у нас. Итак, ну, каждый доклад о тестировании начинается с ключевого вопроса «Зачем тестировать?» Кому вообще это тестирование надо? Надо ли оно разработчикам? И тут можно сказать то, что тестирование не означает коммерческий успех продукта, потому что можно привести миллион случаев, когда успешно коммерческие продукты создавались вообще без автоматизированного тестирования. Например, даже Magento, первая версия, у меня абсолютно не было ни одного теста. Я был на конференции MageConf, две недели назад на Киеве проходила, и очень интересный доклад был, рассказывал один из разработчиков Magento о том, как они, собственно, пришли к необходимости тестирования. Ну, что же все-таки дают тесты для разработчиков? Ну, это лично тот профит, который вижу я, может быть, есть и другой, но... Начнем. Ну, рефакторинг является неотъемлемой частью разработки, вот, и рефакторить без тестов очень тяжело, точнее, практически невозможно. Мартин Фаулер, тот же, который уже упоминал Андрей в своем докладе, он сравнивает рефакторинг с уборкой, с уборкой кода. Так вот, представьте, что вы эту уборку делаете вслепую. Ну, если говорить просто об уборке, то есть с завязанными глазами, вряд ли у вас что-то получится сделать хорошо. Во-первых, во-первых, все равно дочистую комнату вы не уберете, но есть также риск, допустим, разбить какую-нибудь дорогую вазу, что-то поломать. Вот, поэтому тогда в приложении написано достаточное количество тестов, можно рефакторить и не бояться, что вы что-то поломаете. Очень важным для меня является также отсутствие регрессии, ухудшений в коде. То есть, допустим, если в системе у вас возникает какой-то баг, на этот баг пишется тест, для того, чтобы в будущем он не воспроизводился. Вот. Ну, также я считаю, что разработка через ТТД, она позволяет в достаточной степени проработать архитектуру вашего решения. Вот. И качественная архитектура невозможна без нормального покрытия тестами. Ну, и, естественно, уменьшение количества багов. Тоже приведу с цифрой с этого же доклада. То есть, ребята до введения, ребята из команды Magento до введения автоматических тестов получали около 50 баг-репортов в неделю. И потом, значит, после введения тестов, когда там они все уже качественно покрыли, это значение уменьшилось там до двух баг-репортов за неделю. То есть, практически там у них бывает, что и не одного. Ну, и я так считаю, что, в общем, стремление разработчика протестировать тот код, который он пишет, это говорит о какой-то степени его зрелости. Перейдем к следующему слайду. И, собственно, поговорим о behavior driving development. Если говорить о BDD, то стоит начать с другой технологии, которая очень на слуху. Test driving development. То есть, если говорить просто, test driving development, это когда вы пишете тест до написания самого кода. Ну, я считаю, что TDD это не очень удачное название. Почему? Потому что на самом деле невозможно написать тест, когда у вас ничего нет. То есть, вы должны предварительно предоставлять архитектуру своего решения. еще до написания теста есть еще один этап, который называется проектирование архитектуры или как-то так. Поэтому я считаю, что название TDD не очень удачно и более правильно говорить дизайн с английского архитектура. Вот. Ну, собственно, из концепции TDD выросл и TDD. точно так же, как и при TDD мы пишем тесты перед написанием кода. Но нужно понимать, что при Test Drive and Development мы пишем в основном юнит тесты. Мы фиксируем в тестах архитектуру нашего приложения. Для того, чтобы поменять архитектуру, нам нужно будет поменять все наши тесты. Если мы говорим о Behavior Drive and Development, то мы в тестах фиксируем поведение системы. И BDD бывает двух типов. Я дальше немножко об этом расскажу. Вот. При сценарном BDD нам вообще не нужно думать об архитектуре. Нам абсолютно не нужно представлять, какой у нас код будет и какие классы будут за что отвечать. Но также в BDD очень важна описательная часть. Давайте я перейду к типам BDD. И так исторически сложилось, что BDD подразделяется на два типа. спецификационный BDD либо по-английски просто спек BDD он добавляет мы берем юнит-тесты добавляем к ним описательную часть и получаем спецификации объектов. Эти тесты нужны для тестирования системы изнутри. То есть точно так же как и при TDD мы должны проработать предварительно проработать нашу архитектуру. Ну и этот вид BDD можно в фреймверке для такого тестирования их можно использовать вместо написания юнит-тестов и интеграционных тестов. И второй тип Михаил Drive and Development это сценарный BDD. Вместо тестов мы описываем шаги, которые нужно выполнить для того, чтобы достичь какого-то определенного состояния системы. Эти шаги они должны легко читаться и состояние системы мы тоже описываем в виде шагов. В идеале этот тест должен выглядеть как если кто работал по Agile, в частности по Scrum, знает, что такое User Stories и как в идеале тесты должны быть нашими пользовательскими историями, которые мы можем запускать. Этот вид тестирования тестирует систему снаружи. Строго говоря, когда мы пишем тесты на PHUT, даже не обязательно код самого приложения должен быть написан PHP. Если мы сможем управлять состоянием этого приложения из PHP, то мы сможем запускать также и тесты. Ну и сценарный BZD является заменой классическим функциональным тестом или приемочным тестом. Собственно, как выглядит GERKIN DSL? GERKIN DSL это язык сценариев, язык описания сценариев, который появился в замечательной библиотеке, но не для PHP, а для Ruby. Он называется Cumbern, я думаю, многие про него слышали. Вот, собственно, пример сценария на GERKIN. То есть, как вы видите, это просто простые предложения. С вами вверху у нас идет название функционала, которое мы хотим протестировать, а также его краткая описание, где мы должны описать, что этот функционал выполняет. Должны описать его ценность, мы должны описать роли. Выгодополучатель имеется в виду роль, но не роль, не те роли, которые у вас есть в приложении, а роли реальных пользователей. Допустим, можно привести описание такого функционала с целью получить информацию о сайте, как случайный посетитель, мне необходима возможность прочитать краткое описание на главной странице. Это пример нормального описания сценария для GERKIN. Дальше у нас идет бэкграунд, в котором мы описываем начальное состояние нашей системы и собственно пользовательский сценарий, также его название и набор шагов, которые мы должны выполнить и в конце проверить все ли у нас хорошо, все ли у нас выполнено. Теперь перейдем собственно к бэкгатам. На главной странице сайта нужно прочитать, что бэкгат это PHP фреймбюрк для тестирования ваших бизнес- ожиданий. Вот. Это действительно так. PHP бэкгат умеет парсить язык разметки GERKIN DSL и исполнять эти сценарии. Сейчас я расскажу как. Начать его использовать очень просто. необходимо иметь версию PHP ниже 5.3. Вот. А также доступны три способа установки через композер. Вы можете скачать бэкгат в виде фар архива. Любого вы можете скачать исходный код через GID. После того, как получили исходный простой команды запускаем бэкгат и создаем дефолтную структуру директорий. В этой директории у нас будут храниться наши сценарии файлы с расширением фича. В этой директории у нас будут храниться файлы, которые нам необходимо загрузить. Может быть какие-нибудь bootstrap файлы для фреймворков либо еще что-то. И бхат нам создав такой файл context.php В этом файле я расскажу о нем позже будут храниться описания ваших шагов и также хуки и все остальное. Главный конфигурационный файл бхат там достаточно много настроек которые можно менять можно использовать различные профили я дальше покажу пример файлов. Чтобы посмотреть синтаксис истории можно запустить вот такую простую команду во второй строчке вы видите и она вернет приблизительно следующее. это синтаксис который мы можем использовать для написания наших историй. Не буду подробно сейчас останавливаться дальше я об этом все расскажу. Это собственно пример из реального приложения пример из проекта PNP Bundles наш проект где вы можете посмотреть бандлы для Symfony два списка поиска по ним куча всего там есть система рейтинга например я думаю Symfony девелоперы знают о этом сайте вот то есть описание простых предложениях название фичи список дуэлл прав как посетитель я хочу видеть список дуэлл прав здесь мы задаем пользователей которые потом бхат для нас сделает и дальше задаем какие у нас бандлы есть в системе и собственно описание самого сценария когда я захожу на root сайта я должен и я перехожу по ссылке developers я должен видеть следующий текст и я должен видеть двух твэлл прав на этой странице собственно естественно чуда не бывает для того чтобы это все выполнилось нам нужно это описать в виде бечки кода и для этого нужен собственно файл контекст контексты могут быть разными контекст это просто плейнг долг хп обжиг там ничего сложного нет единственное требование контекст должен применить какой то интерфейс сбхат я точно не помню какой то номинар вот в контексте у нас хранятся описания шагов у нас хранятся хуки также в контексте у нас подключаются дочерние контексты вот но также можно использовать для описания шагов хуков можно использовать замыкание вот я об этом рассказывать не буду это может можно прочитать в документации мы практически не используем замыкание когда пишем наши тесты собственно пример конструктора контекста где мы подключаем дополнительные контексты которые содержат уже описание каких то шагов хуки для ну это тоже код из нп-бандлз то есть из реального приложения вот описание шагов я наверное с этого слайда начну то есть в пешке аннотации мы задаем паттерны которые позволяют нам найти который позволяет дыхату найти метод который нужно вызвать в контексте чтобы выполнить конкретный шаг всего есть три вида шагов given one then между ними нет никакой разницы абсолютно шаг который это просто нужно для не так называться для семантики то есть то чтобы у нас получались более читабельные предложения если шаг у нас не бросил включение значит он завершился успешно если все шаги сценария завершились успешно значит у нас весь сценарий завершился успешно все просто в бихате нет своей системы ассоршенов но даже в этом автоматическом в этом файле который бихат генерит в дефолтном контексте там закоменчены использование ассоршенов из вичп юнита подключение ассоршенов вичп юнита так ну и собственно код в данном примере кода мы создаем ключевые слова на сайте то есть это пример для приложения на симфонии то есть мы получаем дефириновский антити менеджер проходимся там по таблице с нашими ключевыми словами и создаем базидон на клаписи мы в конце все флаж хуки в каждом нормальном фреймворке для тестирования предусмотрен набор хуков которые выполняются хуки это нервоваря код который выполняется перед или после каких-то событий соответственно кив-хуки есть в пихате бифо-стреп это хук это просто метод который выполнится перед шагом перед каждым шагом в сценарии бифо-сценарий то же самое только этот метод будет выполнен перед каждым сценарием бифо-фьючер в начале запуска каждой фичи выполнится этот год бифо-свит один раз выполнится в начале запуска своего свита и хуки могут быть помечены тегами я дальше расскажу для чего это надо то есть у нас также можно помечать тегами сами сценарии и соответственно если теги сценарий и теги кукол будут совпадать то только для этих сценариев будут выполнены данные хуки ну и пример хука тоже код на symphony 2 где мы просто дропаем нашу схему базитуальных и задаем его заново вот table mode это собственно вот пример когда мы задаем наши сущности которые в дальнейшем будем использовать в виде таблицы прям сценарий очень удобный все получается весьма наглядно ну и соответственно потом с этой таблицей можем работать можем интерпретировать данные которые здесь представлены абсолютно по-разному в данном случае хэш это просто мы получаем вот такие строки где у нас получаем массив в котором ключами являются значения которые в первой строчке а значениями соответственно значения в каждой строчке вот также можно интерпретировать эти данные просто как строки получать получать массив вот грубо говоря так он выглядит без этой первой строки вот ну и в общем в каком нам виде нужно это получить в таком можем это сделать есть еще такой тип пасть тринк это надо для определения большого куска кода какого нибудь текста точно так же указываем что это пасть тринк нод и потом этот текст можно использовать вот бэкграунд для всех сценариев мы можем выполнять какие-то общие шаги допустим изначальный набор действий который нас приводит к какому-то определенному состоянию системы вообще впихать очень много всяких вещей которые позволяют избавиться от дублирования кода в тестах от дублирования там самих тестов от дублирования и прочее прочее в частном случае с бэкграундами мы просто перед каждым сценарием после того как у нас выполнились хук before сценария после этого мы запускаем бэкграунд который у нас подготовит нашу систему к запуску дальнейших сценариев метастепс метастепс помогает объединить несколько шагов в один точно так же мы покажу сейчас как это выглядит если у нас шаг возвращает массив в котором содержится описание в котором содержится объекты шагов то наш шаг будет считаться выполнен только когда выполнятся все эти шаги можно шаги вызывать так непосредственно в коде самого самого сценария официальный сценарий ну и соответственно если у нас какой-то из этих шагов сфейлиться выбросить exception то остальные не будут выполняться и просто пропустится вот еще есть возможность задавать шаблоны для сценариев ну вот это очень похоже если phpunit кто-то использовал там есть система data провайдеров которые которые очень похожи на то что происходит вот здесь здесь в хате то есть мы описываем шаблон для сценария и дальше для каждой строчки этот шаблон будет записан с подстановкой соответствующих элементов соответствующих столбцов соответствующих столбцов тоже очень удобно позволяет от многих вещей избавиться от дублирован ну и теперь хотел рассказать о тегах о тегах собственно тегами можно помечать не уверен насчет отдельного шага но можно помечать сценарий можно помечать всю фичу и потом запускать бхат с просьбой запустить только ну допустим вот этот вызов запустит все теги которые все сценарии которые имеют тек в ОРМ и имеют тек датабейс вот этот вызов запустит только те тески которые имеют оба этих тега соответственно вот этот вызов запустит все сценарий которые которые не имеют тега в датабейсе. Очень удобно. Вообще можно запускать сценарий. Каким образом? Можно запускать полностью набор всех файлов, которые у вас в какой-то директории находятся. Можно вызвать бхат с таким ключом и запустить только одну определенную какую-то фичу. Либо можно даже вызвать вот в таком виде и запустить фичу и попросить ее выполнить сценарий, который находится на строках с 10 по 20. Также можно запускать сценарий по нейму. Нейм – это самая редкая строчка фичи. По тегам я уже об этом говорил. Также можно запустить все сценарии для кода определенного профиля. Ну и, собственно, как выглядит результат выполнения этих сценариев. Это два вида, два различных вида, в которых бхат выводит Output. Этот формат называется Prety. То есть мы видим, запустилось, мы видим полностью описание каждой фичи. Также видим, что в сценарии те шаги, которые выполнились подсвечены зеленым, те шаги, которые свеялись подсвечены красным, те, которые были пропущены подсвечены синим. То же самое, только мы не выводим текст для каждого сценария, а выводим символ, который нам свидетельствует. Не выводим текст для каждого шага, а выводим символ, который свидетельствует, он свеялился этот шаг или нет. Ну и профайлы. Профайлы можно создавать в конфигурационном файле бхат-ямл, и там можно настраивать разные вещи после использования своих кастомных контекстов, различные фильтры, по которым будут запускаться наши тесты. Также можно настраивать форматор, и вообще там очень много настроек, если захотите в документации это все очень хорошо описано. Ну и бхат имеет свою собственную систему расширений. Наверное, самым популярным является Минк Экстеншн. Я о нем немножко дальше расскажу. А также второй по популярности для меня, во всяком случае, это Symfony 2 Экстеншн. Бхат экстеншн содержит уже большой набор уже готовых контекстов. Допустим, там есть контексты для тестирования консольных команд, контексты для тестирования API. Вы можете использовать шаги из этих контекстов, при этом вам не нужно писать свои какие-то кастомные велосипеды. и экстеншн для загрузки фикстур при помощи доктрин. Гирман экстеншн позволяет распараллелить выполнение бхат сценариев на нескольких серверах. Ну и если хотите, можете написать свой собственный экстеншн. Тоже возможно. Перейдем к Минку. Вообще идея Минка какая? Есть различные эмуляции браузеров. Selenium, Zombie, Sahi, Goat. Эти браузеры бывают двух типов. Они могут запускаться в консольной строке, либо это эмуляция управления реальным браузером. Соответственно, неплохо было бы некоторые тесты запускать в консоли, а некоторые тесты запускать в реальном браузере. Допустим, тесты без JavaScript, там, где нам не нужно проверять результат выполнения какого-нибудь JavaScript, в консоли они выполняются гораздо быстрее. В то же время в некоторых тестах важно проверить, насколько хорошо отработал JavaScript и нам уже никуда не деться Selenium. Минк разработан именно для тестирования веб-приложений, веб-части веб-приложений. Точно так же очень легко поставить. Точно так же ему необходим PHP 5.3 и все те же способы установки, что и для Behat. Вот, собственно, перечень всех драйверов, то есть всех систем, с которыми Минк может работать. Goat — это Headless Browser, написанный на PHP. Zombie — Headless Browser, но написанный на Node.js, поэтому он умеет валить JavaScript. Ну, соответственно, Selenium, я думаю, все знают. Selenium 2 — вторая версия Selenium. Ну, сейчас мы в основном используем именно Selenium 2. Наиболее часто. и SACHI — тоже система, которая управляет реальным браузером. Ну, и Минк вводит такое понятие, как «сессии». Сессии — это объекты, через которых можно получить доступ, ну, там, фактически к чему угодно. Получить контент страницы, получить код, который нам пришел в ответе, получить куки, управлять заголовками и так далее. Может быть сразу несколько запущенных сессий, и в каждой сессии может исполняться какой-либо сценарий. Ну, и такая штука, как селекторы. Там селекторов очень много. Можно использовать CSS-селекторы, можно использовать по X-Path. name — это та, селектор, который выбирает элементы на странице, которые, ну, допустим, нам нужно выбрать там button с каким-то определенным name или id-шником. Вот. Find — тоже, значит, методы, которые мы можем использовать с Минком. Допустим, там, findButton, findLink и так далее. Вот. Ну, и потом над данными элементами мы можем манипулировать. Можем посмотреть атрибуты, текст, который содержится в этом элементе. Можем эмулировать различные события браузера на этих элементах. Вот. Также можем манипулировать элементами форм. Допустим, вводить текст какие-нибудь input, выбрать checkbox, прикрепить файл в форме и так далее. Ну, и, соответственно, Минк можно использовать отдельно. Вот. Эта библиотека никак с Behat не связана. И есть Минк extension для Behat. Вот. Тоже стоит просто попробовать. Все там очень легко конфигурируется, очень легко настраивается. И, я думаю, не будет никаких проблем с использованием документации. Поэтому дело очень хорошее. Ну, собственно, как у нас происходит разработка приложений. Изначально мы обсуждаем функционал. То есть, возможно, там уже предоставили какую-то спецификацию, возможно, ее нет. В любом случае мы обсуждаем функционал, который нам нужно сделать с менеджером, с заказчиками, между собой и так далее. После обсуждения мы составляем пользовательские истории. В пользовательские истории мы используем сервис Trello для хранения и управления этими пользовательскими сценариями. Вот. Затем мы переводим эти сценарии к геркам. Вот. Если у нас там получается использовать все шаги, которые уже описаны в различных… Ну, которые уже есть готовы, допустим, только шаги из Минка, нам не нужно писать никаких своих, значит, все хорошо. Если из каких-то definition не достает, значит, их пишем. Вот. Ну, потом, собственно, идет этап разработки, на котором мы тоже пишем функционал. Тут мы используем unit-тесты. Иногда пишем даже unit-тесты перед написанием кода. Вот. Ну, и в конце проверяем definition of done. У нас должны запускаться все бихард-тесты, все unit-тесты. А в зависимости от проекта еще свои требования могут быть там документация и прочее-прочее. Вот. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Третий вопрос. Да. Скажите, по Минку есть такой вопрос. Насколько он поддерживает действия с Млодометалл-тесты? Драг, да. Поддерживает. В тех системах, которые это поддерживают и поддерживают. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Если Силенев там поддерживает Dragon Rock, значит Минку поддерживает. Ну, там Силенев это просто не порой. По крайней мере, в первом. Ну, нет. Честно говоря, не много у меня опыта. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если какой-то из драйверов не поддерживает какое-то действие, а вы это действие запросили у Минка, вы получите эксепшн, который говорит о том, что этот драйвер не поддерживает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вопрос о предметах. Я правильно понимаю, что вы умеете генерировать джентритовский log-type? Да. Такой, как у моих других людей. Приходилось ли его там, джентрит сам? Да. Да, все прекрасно работает. То есть вы можете задать выходной формат JUnit, и вы будете получать тот аутпут, который принимает континентский драйвер. Но такой вопрос еще был задан. Может ли B-HUD показывать код кавераш? Код не может. К сожалению, не может, потому что, по сути, мы тестируем систему вскоруживанность код. Мы не знаем, что мы запускаем. У нас код может быть написано на PHP, а на Ruby. И там просто невозможно посчитать. Третья годная формата. Но это с твоим листом доступны, если есть? Там, в кубайне, в кубайне заканчиваются ни разу нет. Ну, да. Ребята регулярно пытаются это сделать. В частности, оборачивают вызов пехат тестов в PHP Unity. Что-то он считает, но вопрос, что там считает. В HP Unity не совсем пройдет. Да? У меня такой, от новичка, был вопрос. Я не использовал BDD. Сам этот формат керкин тесты, это просто порядок для того, как исполнять и какие данные забывать? Тесты или что-то больше? Какие переходы от этого уже? Значит, сейчас я вернусь. Конкретно по файлу. Окей. Сейчас. Ну, вот пример сценария какого-то. Значит, первые три строки будут просто проектированы. Затем мы перед запуском конкретного сценария должны запустить бэкграунд. Бэкграунд всегда запускается перед каждым сценарием. Читаем шаг. Поэтому шаг мы находим для него описание в контексте. В этот контекст передаются вот эти два в виде table node, которые вы можете уже в своем методе интерпретировать как хотите. Ну, тяжело что-то интерпретировать. Один столбец. Соответственно, контекст исполняет код. Если в этот момент функция метод контекста выкинул исключение, этот шаг считается упавшим. И все остальные выполняться не будут. Если exception не был выброшен, будет выполнен следующий шаг. И так далее. Вот. Ответил на вопрос? Да. А этот еще сам формат? Для него какие-то свои редакторы? Да. Насчет этого скажу. Печки шторм поддерживают герки DSL. То есть там, допустим, вы табличку эту забиваете, там форматирование, она у вас ровно как получилось. Подсветка кода тоже поддерживается. Гитхаб тоже поддерживает. Это пример, собственно, подсветки герки, на которой делает гитхаб. Еще такой момент. Вот эти штуки, сами definition. Если Behat не встречает этого definition в контексте, он в консоль выплевывает для него заглушку. Которую вы можете просто с консоли скопировать, вставить в контексте. На самом деле очень легко. Если говорить о начале разработки, ну, как начать использовать Behat, мне понадобилось где-то часа четыре. То есть через четыре часа я ему посылал порядка пяти тестов напихать. Очень хорошая документация. Правда, не все моменты в документации описаны, но они описаны достаточно хорошо. Еще вопросы есть? Да. Есть пара вопросов. Первый вопрос в поводу локата. То есть, например, мы как бы пишем, про говоря, на 3S language, если правильно. Да. И поэтому, как бы странно, например, писать Behat link, да? Да? И туда эти спаз нашего линда. То есть, как бы, у меня же где-то входится отдельно. И вопрос. Как у хранительных локаторов, чтобы в тестах использовать туда почитаемых, а потом уже откуда-то брать это? Вопрос понятен. Вопрос заключается в том, что, ну, на самом деле мы их никак не храним. То есть, то, что… В общем, как использовать в тестах не непонятные какие-то экспасы, да, там, CSS-селекторы, а использовать удобно читаемые представления для элементов. Значит, Mink позволяет выбрать там не только по экспасам, например, по лейблам. То есть, вы можете использовать… Ну, я, во всяком случае, в своих тестах использую исключительные лейблы. Становится вопрос там, как… Если сайт мультиязычный, как в этом случае будет? Ну, честно говоря, не знаю. Я с этим не сталкивался еще. Вопрос. Как у меня проект, на котором это, в принципе, начинает работать. Все обыденные коммунциональные тесты в детстве, 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 в эпоху полностью. Да. В детстве, до завершения. Вы как-нибудь распоролели? Потому что я так прочитал, что вроде бы, там, что-то хотят быть думать? Ну, вот, German Extension позволяет запускать ГИХ тесты на нескольких машинах. Я не использовал, но такая возможность скинуть. Вопрос в том, что конфиг для нескольких драйверов? Не для драйвера Selenium 2, но чтобы запускались в разных раундсерах. Честно говоря, я не отвечу, потому что не делал. Стандартную куртку Firefox использовали. А, еще Selenium 2 позволяет запускать и перевалить JavaScript в Headless режиме. То есть, Selenium 2, у него есть такая опция, с которой его можно стартовать. Или опция, или конфигурационная опция, я уж точно не помню. Смысл в том, что он не обязательно графическая среда для того, чтобы работать Selenium 2. На Java эмуляция выполнения JavaScript. Спасибо. Пожалуйста. Все? Больше не будет вопросов, да? Спасибо за внимание. Давайте наблючит на п�триме. Продолжение следует... ...